Type-C Hub, Bezos или Bezeus называют по-разному, это очень-очень крутая штука, многопортовая, с мультимониторингом, с поддержкой 4K 120 Гц, с вот таким вот двумя HDMI-ми, с поддержкой USB со скоростью 10Gbps, с поддержкой Type-C с 10Gbps, с карт-ридером, с LANRG 45000 Мбит, очень крутая тема, еще и в сквозном пробросе 100 Вт Power Delivery. В общем-то, на канале Технозон, поехали! Начинаем мы с собой с Алиэкспресса, у нас версия конкретно вот этого с 4K 120 Гц, 10 в 1, смотрите, 64 доллара на момент съемки этого видео и тут есть огромное количество моментов, давайте я вам сейчас покажу, а вы, конечно же, перед этим подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Ну и дальше вы уже увидите это все при распаковке более детально. Да и зайти вы можете посмотреть на этот товар по ссылке на проверенного продавца, который я разместил в описании под видео. смотрите, у нас есть моменты подключения различных там 4K 60 Гц 3-х мониторов, вот, видите, они как пишут, мультимониторинг, Power Delivery 100 Вт, 5Gbps дата-трансфер, только у нас 10Gbps-ная версия на самом-то деле. У нас есть кнопка переключения, то есть кнопка переключения между Mac'ом и Windows'ой, потому что это мультиплатформенное решение. Есть у нас разъемы для карт памяти, ну, как они заявляют, с большой скоростью передачи, мы сейчас попробуем обязательно. Поддержка трех дисплеев в режиме расширения у нас получается A+, B+, C по 4K 60 и 3-й монитор 4K 30 Гц, а в режиме у нас дублирования идет 3 монитора 4K 60 Гц. Вот такая вот штука. Очень удобно, то есть вы можете транслировать сразу, ну, эту штуку использовать для ноутбуков с, конечно же, Type-C и Standard Bolt, и будет вам счастье. Вот они опять про эти 5Gbps, хотя Vita версия 10Gbps-ная. Слушайте, ну, будем сейчас пробовать, посмотрим, 4-х портовые, можно подключать, чего угодно, просто у них тут есть три варианта, и какой из них у нас вы сейчас посмотрите на распаковочке, да, в принципе. Переходим сразу на распаковку. Итак, 10 в 1 хаб, это Baseus с кнопкой блокировки экрана Screen Lock Button до 10Gbps с подключением двух дисплеев, что очень и очень удобно, кстати. Ну, тут у нас заявляют огромное количество каких-то характеристик, которые, в принципе, мы сейчас рассмотрим с вами более близко. USB-C1, USB-A, USB 2.0, короче, давайте открывать и смотреть. Давайте, смотрите, тут у нас пломбочка, оп, есть вообще, я люблю Baseus, или Baseus, как его многие называют, но не столь суть важна. Вы видели вообще? С WHDMI, с двумя USB-шечками, Power Delivery In есть, на Mac OS, слушайте, тут вообще огромное количество моментов с подключением. Ладно, слушайте, давайте еще посмотрим. у нас есть картридер что немаловажно у нас есть картридер маленьких ридер большой есть power delivery порт слушайте это тоже это дата это не зарядный красавцы слушайте что они сделали короче смотрите я вам объясняю что они сделали они сделали дата трансфер через power delivery они сделали дата трансфер на 10 gbps лана джей 45 вообще сушь тела на джей 45 насколько они задекларировались прям очень интересно джей 45 1 а насколько он да слушайте вот это 1000 мегабит еще очень круто если в одиночном режиме работает у нас hd might он выдает до 4k 120 герц если в двойном режиме dota 4k 60 герц это обыкновенный usb 2 0 и для подключения мышек клавиатуру и тому подобное это power delivery input 100 ватт для того чтобы можно было ноутбук заряжать например у меня здесь power delivery вот вот здесь сделан таким вот образом то есть это очень очень прикольная штука и здесь у нас получается usb и дата трансфер до 10 gbps и сделали очень крутую вещь что вот это за выемка вообще не понимаю честно вам скажу что это надо смотреть в инструкции всем вообще заинтересовала меня это действие не пишут на что-то они хотели реализовать ну ребят в комментах напишите что они хотели реализовать через это действие потому что там есть контактная группа внутри я не знаю видно не видно у нас есть кнопка блокировки экрана слушайте ну я уже хочу подключать и проверять на скоростные характеристики все подключаем и переходим ну что посмотрели предлагаю подключать и что-то уже с вами тестировать для начала мы выключаем мой мой хаб я использовал старый minix который уже давным-давно не выпускается я включил вот эту штуку я его включил сейчас мы с вами включим на питание и посмотрим так где у нас тут power delivery power delivery он есть подключено мы видим это все на экране вот пожалуйста у нас идет зарядочка быстренькая быстренько в уголочке видно будем проверять скорость портов через вот такой вот nvme ssd диск но для начала laner g45 на 1000 мегабит конечно же включаем и пробуем базовую скорость то есть действительно ли у нас здесь 1000 мегабитный порт пробуем куда-нибудь подальше у нас там есть такие прикольные сервера в вене а ну давай из запорожья в вену тестируем хочу 1000 мегабит получить чистые интересно да здесь чистый 1000 мегабитный порт пожалуйста 870 ну больше 900 будет она почти 900 больше 900 мегабит идеально через внешнюю сетевую карту получить 900 мегабит у меня например в моем я использую asus zenbook 14 в принципе на самой страничке вот она пока тестирует в принципе на самой страничке именно в разделе совместимости они указывают видите огромное количество ноутбуков конечно же это apple макбуки различных поколений на м1 на м2 для huawei для lenovo для хью и для хьюлитов для хоноров для рейзеров для эйсеров сяоми различных версий нота asus у меня на текущий момент asus zenbook 14 здесь они его указывают для делов советую пойти посмотреть вообще совместимость они для apple для планшетов именно тоже они позиционируют его и для смартфонов ван ван классы samsung и все это можно подключить кстати для samsung of это будет режиме dex очень крутая штука то есть вы подключили samsung и у вас будет работать это металлическая не греется практически вообще отлично что у нас там по скорости ну это чистый гигабит чистый гигабит плюс потери о чем можно говорить дальше мы с вами подключаем сюда сюда подключаем сначала в type а заявленный порт мы подключаем ssd диск подключилась определилась выбираем кристалл диск марк выбираем наш диск и стартуем друзья и на type а мы видим со старту 1046 объясню что такое 1046 это мегабайт секунду для того чтобы понять сколько это в мегабитах то есть как они забить заявляли gbps умножаем на 8 это 8 и 3 gbps то есть до 10000 до это честный порт и в этом плане бейзас или базе us молодцы хорошо мы в принципе тут можем останавливать меня оцениваем внешний жесткий диск мы оцениваем пропускную способность сейчас я вот этот вот type a порт отключаю и подключаю на type c мы должны с вами понимать пропускную способность type c давайте смотрим все включилось отлично включаем кристалл диск марк потому что проверяем через внешние ssd со скоростью намного больше чем 10 gbps и все тот же самый диск стартуем и мы видим те же самые 1046 мегабайт секунду то есть у нас по сути тот те же самые показатели до 8 с половиной gbps так друзья ну type a порты я не вижу смысла то есть type a порты которые 20 они сразу пишут что они 20 это для клавиатур мышей до 480 мегабайт секунду то в самый самый пиковый момент вообще это будет не больше 200 это стандартная работа 20 порта поэтому их тестировать уже нет мы максимальные с вами значения получили хочу протестировать картридеры картридер очень важно их пропускная способность сейчас мы воткнем карточку и выберем диск d и посмотрим максимальную ровную ровное чтение ухты 92 и 5 это мегабайт секунду а знаете в чем фишка у меня карточка сотка у меня когда давнет у меня карточка 120 вообще сотка для картридера это очень хороший показатель 100 мегабайт это 800 mbps чтобы вы понимали 100 мегабайт от 800 mbps супер показатель картридеры работает на очень хорошую скорость при том что я вам могу сказать один момент вот этот вот вот этот показатель это не максимальный показатель я сейчас вытащил вставил почему потому что копирует копируют он намного намного быстрее вот у нас на флешке есть большой файл мы просто его берем и копируем и копируется он со скоростью там 84 ну пиковое значение то что я видел копирование до 110 мегабайт секунду но только на флешке побыстрее то есть это подтверждаем мы те цифры которые нам показал кристал диск марк в районе 90 мегабайт секунду спокойненько это флешечкой копирует суперова хорошо у нас остается момент того чтобы за насчет зарядки но типа том что зарядка у нас на текущий момент и так идет то есть и это быстрая зарядка я могу отключить сейчас у нас все моргнуло и включить зарядку снова у нас сейчас моргнет включится второй монитор и зарядка у нас есть зарядка type-c power delivery поддерживается честно говоря ну если бы она выдавала она просто имеет сквозной power delivery если бы она выдавала какой-то заряд мы бы могли его померять но дело в том что на текущий момент она вот действительно type-c этот этот лэптоп потреблять 65 ватт через power delivery 3 хорошо по поводу наших подключенных экранов вот мы через него сделали экран второй подключили это type hdmi 1 сейчас hdmi 2 пробуем мульти мониторинг нас все проморгало хорошо второй экран видит второй экран видит хорошо то есть два экрана у нас по 4к 60 герц есть а теперь смотрите в одном мониторинговом режиме у нас работает 4к 120 герц но это только при 1 1 портовом режиме ну и знаете что я еще хотел проверить это конечно же подключение к смартфону для определения работает ли там type-c а ой вернее hdmi почему потому что у нас есть момент есть момент такого рода что должно работать для samsung а все включилась я вам сейчас засниму вот видео вот я вам снимаю видео пожалуйста у нас вот работает для например для samsung dex для тех смартфонов которые поддерживают эти самые сами стандарты увидели какой эффект у меня получается камера в камеру крутяк крутяк так что на смартфонах тоже работает ну ребят вы же понимаете да классная тема при этом на смартфонах у нас будет работать и для подключения допустим карт ридера и для подключения тех же самых моментов жестких дисков и тому подобного это asus rock 7 конечно вы должны понимать что ваш смартфон должен поддерживать это самое подключение слушайте но на самом-то деле хаб получился просто шикарный хаб просто шикарный мне очень нравится я его реально рекомендую к приобретению ссылки в описании под видео на проверенных продавцов но с вами был бабл на канал и технозон пока